добрый вечер добро пожаловать на канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков здравствуйте честно сказать я не планировал снимать никакого ролика сейчас но вот буквально 15 минут назад я закончил заниматься с группой которая уже выпускается и они попросили снять ролик на ту тему который мы сегодня с ними обсуждали и я бы хотел поделиться с вами тем что мы обсуждали сегодня с ребятами сразу могу вам сказать что этот канал напомню посвящен неврозам и тревожнофобическим расстройством и я много роликов снимал на тему симптомов да что такое вегетососудистая дистония что такое паническая атака что такое невроз но мало снимал роликов на тему как работать с неврозом давайте я озвучу тему тема о смысле жизни и о том как найти смысл жизни и такая экзистенциальная тема смысла сразу скажу что та тема которую я сегодня буду с вами обсуждать она далеко не для всех а она не всем ляжет но в душу и в голову да потому что когда вы уверены в том что у вас проблема с сердцем или у вас панические атаки вас накрывает постоянно вас де реалит если вы все еще на этой стадии находитесь что верите в то что вас де реалит и вам действительно плохо вы ищите кому хуже на форумах кому лучше стало кто вылечился кто не вылечился если вы находитесь на этой первой стадии а у меня к сожалению есть клиентка который за год находится до сих пор там и никто с ней не может ничего сделать по объективным причинам ее сопротивления если сейчас смотрят те ролики люди которые находятся еще на этих стадиях которые верят и ищут свои симптомы то наверное сегодняшний ролик смотреть не стоит этот ролик стоит смотреть тем кто со мной занимается и тем кто занимается с психотерапевтами или те кто занимался с психотерапевтами и хочет более глубоко понять что такое невроз и внутренний конфликт и вы вообще как психотерапевт работает ведь мы должны вспомнить давайте начнем с того что психотерапия неврозов она достаточно но технологично во всяком случае у меня она достаточно технологично несмотря на то что каждый человек уникальный да и каждому надо подходить индивидуально именно поэтому мы не можем написать книгу мы не можем записать диск который поможет вам избавиться от невроза а для начала я хочу вам показать следующее что просто про панические атаки это все вопрос было много да давайте я все таки про панические атаки кое-что вам покажу не планировал но покажу почему я назвал людей которые находятся на первых фазах терапии чтобы они этот ролик не смотрели ну просто не поймут ничего давайте возьмем условную кривую до условно возьмем условную ось и предположим что вот это есть некая норма вегетативного психологического состояния она всегда в норме вот колеблющиеся а вот человек который находится в состоянии невроза смотрите вот это норма а вот это невроз он тоже немножко колышется где-то он доходит до нормы вам хорошо где-то он так вот он в целом невротическое состояние у этого невротического состояния есть эпизодические пикообразные формы может быть таких и нет потому что не все клиенты жалуются на панические приступы вот эти эпизодические моменты это и есть панические атаки поэтому когда клиент говорит у меня паническая атака с утра до вечера но это априори неправильно с утра до вечера может быть тревога генерализованная вот такая да она может быть вот выше ниже или она может быть как мы говорили на конференция, она может быть не просто генерализованной, она может быть такой хронифицированной и недифференцированной. Вот недифференцированная тревога, это вот, ну, примерно вот так. Вот просто, да, во всём этом времени. Потому что в целом в неврозе вегетативный пик начинается в определённый период времени. Времени на улице, на работе, ещё где-то. То есть в целом невротическое фобия или тревожное состояние, оно дифференцировано по времени. Где-то лучше, где-то хуже, где-то лучше, где-то хуже, да? А вот эти пики – это панические атаки. Соответственно, может быть так, что у человека этих пиков нету. Или, допустим, если вы прозанимались какое-то время с психотерапевтом, то можно наблюдать вот такую картину. Вот смотрите, вот это первый этап вашего состояния. Первый. Вы с этим пришли. Вот, допустим, у вас панические атаки, вам плохо, у вас там фобия и страшно вам. После первого этапа терапии, а вы уже у меня люди обученные и знаете, что первый этап терапии – это какой? Напоминаете? Вспоминаете? Кто был на вебинаре? 23 часа. Спасибо. Кстати, скоро следующий вебинар, не пропустите анонс. Вспомните первый этап психотерапии – какой? Обучение симптоматике, вегетативной нервной системе и второй этап – поведенческие техники. Вот после поведенческих техник, вот это норма у нас. Вот это норма. С этим у меня маркеры изнашиваются за неделю. Так много рисую. Это норма. Вот это у нас, значит, будет вегетативное состояние, но оно уже без панических приступов. То есть, было вот так на первом этапе у вас, когда вы обратились к психотерапевту с паническими атаками, если они были, затем прозанимались. Есть какие-то маленькие, знаете, такие точечные какие-то эпизодики, где-то какие-то намёки, но не более. Затем вот это второй этап закончился. Невроз как остался, так он и остался. Вам вегетативно как было плохо, так и есть. Но просто нету вот этих панических приступов. Многие клиенты на вот этом этапе делают колоссальную ошибку, они пропадают. Потому что некоторые персонажи считают, что избавление от вот этих вот, ну, пароксизмальных моментов является главной проблемой. Вовсе нет. Избавиться от них несложно. Просто они очень яркие. Но само невротическое напряжение в виде тахикардии, повышенной чувствительности экстрасистол, нарушение функции кишечника, бессонница, тревога, беспокойство, спешка, суета, нервозность. Она сохраняется. На следующих этапах психотерапии, напоминаете, какие они, вспоминаете, помните? Третий этап. Первый этап – это симптоматика. Второй этап – это поведенческие техники. Третий этап – это что? Поиск внутреннего напряжения, внутреннего противоречия. И вот на этом этапе уже человек, вот это норма, опять у нас внизу, и на этом этапе человек уже потихонечку начинает, поскольку у него ушли панические атаки, ему проще, его вегетативное напряжение начинает носить вот такой характер. То есть, оно у него повышено относительно нормы, но оно такое вот плавающее, и это нормально. Это третий этап. Тут же переходим в четвертый. Вспоминаете, четвертый этап какой? Это решение внутренней проблематики. И вот после того, как он у нас пришел к решению внутренней проблематики, о чем мы сегодня будем говорить про смысл жизни экзистенциальный, да? Это такая логотерапия сегодня у нас будет. И вот тогда, когда он уже решает свою внутреннюю проблематику, его вегетативное и невротическое напряжение становится примерно вот таким. То есть, оно приближается к условной норме. Где-то лучше, где-то выше, где-то вот. Оно всегда динамично. То есть, нельзя после психотерапии выпустить человека, он будет таким, знаете, таким, со слюной, да, капающий. Оно всегда в динамике, в зависимости от состояния. И вот это уже здоровый товарищ. Так, давайте повторим. Ну и пятое, здесь же генерализация изменений, да? Давайте повторим этапы психотерапевтического изменения. Чтобы вы у меня окончательно люди были образованы, да? Всем клиентам, кто со мной работает, обязательно этот ролик посмотреть. Ну хотя вы это знаете, ну или тем, кто ожидает занятий, или тем ребятам, кто набирается в новые группы, обязательно посмотрите. Хотя я буду все это рассказывать. Вы пришли вот с таким состоянием. Это норма, это ваше вегетативное напряжение, а это панические атаки, а это общая тревожность. Это точки, в которых это начинается, времени. Вот это смазанная тревога, она не дифференцирована во времени. А вот это конкретно на улице, в автобусе, в метро, да? А вот это общая норма. Вы гораздо выше еще и с пиками. После первых этапов вы теряете пики, но вы сохраняете вегетативное напряжение. На следующих этапах терапии вы теряете фон напряжения, но оно все еще плавающее. А на последующих этапах вы стремитесь уже к плавающему напряжению, но оно уже не зашкаливает за норму. Оно нормальное. Вот, это мы повторили этапы. Теперь давайте к экзистенциальному вопросу о смысле жизни, пофилософствуем чуть-чуть. У меня есть на этапе номер три и номер четыре своя технология, так как мы, как мы находим внутренний конфликт и самое главное, как мы его решаем. Другое дело, что каждому человеку требуется по своему время, потому что суть внутренней проблематики у всех своя. Но, тем не менее, есть определенная технология, которая позволяет работать достаточно успешно. Поделюсь секретом. Значит, помимо обучения физиологии, обучения сути вегетативной проблемы, мы работаем, я работаю еще в четырех направлениях. Это работа с когнициями, с мыслями, работа с поведением, работа с чувствами и работа с экзистенциальными данностями. Вот, работу с мыслями, с чувствами и с поведением, мы это будем все на вебинаре проходить более подробно. А сегодня я хочу спуститься еще глубже и поговорить для тех клиентов, кто уже находится на финальных этапах психотерапии, либо со мной, либо с другими психотерапевтами, и поговорить про тему смысла жизни. Тем более, много об этом спрашивают. Надо понимать, что для каждого человека смысл жизни заключается, ну, может заключаться в чем-то своем. Те люди, которые пытаются найти его и считают, что он какой-то вот такой единственный и неповторимый, это большая проблема. Если вы вспомните себя 15 лет назад, у вас был смысл один, 10 лет назад смысл другой, 5 лет назад третий, сегодня четвертый, через 5 лет у вас будет другой. То есть, первое, что вы должны понять, что смысл жизни, он очень пластичный, который непосредственно зависит от обстоятельств вашего состояния. Он очень пластичен, он не может быть фиксирован, что смысл вот такой, и вы всю жизнь к нему идете. Поэтому многие его не могут понять, потому что им кажется, что смысл это то, что ты должен понять 20-25 лет, и к этому прийти в 50. Это ошибка. Смысл жизни очень пластичен и подстраивается под ваше состояние, и вы его мобилизуете непосредственно, исходя из того, как вы себя чувствуете и что у вас происходит в вашей жизни, в вашей психике. Это первый тезис, который вы должны понять. Второй тезис. Вот я работаю уже не первый год, свыше 5 почти тысяч, наверное, часов, как я тут недавно решил подсчитать, на 4 там с лишним, да? Да, если быть точным. Я увидел такую интересную закономерность. Во-первых, поделюсь одной закономерностью, отойдя от смысла, кому психотерапия приносит помощь, а кому нет. Я увидел закономерность следующую, что если взять всех пациентов, которые успешно прошли психотерапию, и которые прошли по всем этим этапам, утратили симптом и живут достаточно хорошо и счастливо, и не обращаются к психотерапевту за помощью, они очень похожи, эти люди. Эти люди делают упражнения поведенческие, они достаточно хорошо научились контролировать и работать со своими мыслями, они достаточно хорошо научились чувствовать и выражать свои чувства, осознавать свои эмоции, правильно вести себя в поведенческой психотерапии, и они очень хорошо проработали экзистенциальные данности собственного личности. Эти люди достигают успехов, и не только в психотерапии, но и во многом другом. И есть клиенты, которым психотерапия не принесла должного эффекта. Эти клиенты тоже очень похожи. Вы их можете увидеть на форумах, они очень похожи. Это люди, которые не выполняют поведенческие упражнения, или их обесценивают, это не работает, это не помогает. Это люди, которые очень много рассуждают и очень мало делают. Это люди, которые, в принципе, считают, что не жизнь такая, мы такие, то есть не мы такие, жизнь такая, что вот всё это не работает, всё это плохо, у меня шизофрения 25 тысяч раз, но при всём при этом не меняют то, на что им указывает психотерапевт. То есть, если она живёт с мужем, который пьёт и который бьёт её, то она продолжает торжественно с этим, в этом жить и считает себя счастливой. То есть, это люди, которые, в принципе, может быть, даже увидели суть проблемы, но ничто не сделали, чтобы её изменить. Либо считают, что она неизменима, как и отношение к ней. Вот эти люди, собственно говоря, им никто никогда больше не сможет помочь, потому что пока они сами не примут какие-то решения в своей жизни относительно той проблемы, которая привела их к неврозу, ничто не изменится. Кто бы ни был на месте психотерапевта, доктор наук, кандидат наук, там, интерн или ещё кто-то, да? Потому что многое зависит от действия человека. Чудес не бывает. Если у вас дереализация, и вы сидите дома, и ждёте, пока вас отпустят, чудес не будет. Если у вас панические атаки, и вы ждёте, пока вас отпустят, чудес не будет. Только пойдя к психотерапевту и поняв, в чём, собственно говоря, проблематика, и как с ней работать, на первом этапе, я уже показывал, вы утратите паническую атаку, а на вторых этапах вы снизите общее невротическое напряжение, если вы будете делать то, что нужно. Так вот, теперь о смысле. Первое, да, это то, что смысл пластичен. Второе, это то, что за годы работы я понял, что вот у успешных людей, у успешных пациентов, и на себе могу сказать, по своему опыту, что смысл жизни заключается в том, и секрет психотерапии заключается в том, чтобы научить человека быть настоящим. Ещё разок. Научить человека быть настоящим. Здесь мы можем использовать совершенно различные техники и методы. А то, о чём я сегодня говорил ребятам в группе, называется принятие себя. Чтобы принять себя таким, какой вы есть. Потому что в чём проблема? Давайте я вам сейчас покажу. Проблема в том, я нарисую заново, что многие люди, которые болеют неврозом, живут на самом деле ненастоящей жизнью. Они живут как будто. Они играют роль Бэтменов, они играют роль каких-то крутых парней, или какой-то такой девушки, которая как-то себя ведёт и живёт какой-то жизнью. Они надевают кучу масок, они обманывают себя и других. Со временем эта маска сливается, и вы уже не понимаете, где вы, а где маска. И по моему изучению, большое количество внутренних проблем, которые мне приходится разруливать, когда я работаю с клиентами, это как раз вот эта проблема, что я живу ненастоящей жизнью. Ну, например, парень хочет встречаться с эффектной красивой девушкой, но у него нету дорогой машины, у него нету много денег, и ему за это стыдно. Но играть в Бэтмена ему дорого, потому что нету денег, и он находится в депрессии. Одно дело, если он это осознаёт, а другое дело, если он это не осознаёт. А парень, который играет в Бэтмена перед окружающим миром, обречён на невроз, потому что вот в этом вот городе 90% людей, почему болеют неврозом? Потому что они нифига не настоящие. Они делают вид, что они вот такие, а на самом деле нет. Я немножко уйду от этой темы и нарисую вам стратегию, которую я доношу до своих пациентов. Есть ваше детство. В этом детстве формируется определённая система отношений. В этой системе отношений формируются определённые важные элементы. Важные элементы, которые будут являться потом причиной вашего невроза. Поэтому, если кто-то говорит, что неврозы, панические атаки не связаны с детством, это смешно. Это говорит о том, что человек недоучился или недопрактиковался. Детство, система отношений и важные элементы. Вот что нужно, вот это есть у всех. У меня, у вас, и у вас, и даже у вас. Каким бы вы не были сейчас крутым перед монитором. Есть детство, есть система взаимодействия с родителями, с мамами, папами и так далее, или их нету. И есть важные элементы, которые тут появились. Почему кто-то болеет неврозом, а кто-то нет? Многие задаются этим вопросом постоянно. Объясняю. Я вот так вот стрелочку нарисую. Потому что в этой вот важной области формируется ошибка. Вы формируете поведенческие стратегии. вы сформировали поведенческие стратегии, чтобы реализовать вот эти важные элементы вашей личности. Вот это вот называется личность. Вот вы личность сформировали в вашем детстве, в которой есть важные элементы личности. И вы сформировали стратегии жизни. И затем вы пытаетесь реализовать стратегию жизни. И у кого-то возникает невроз, а у кого-то нет. Вопрос у кого возникнет. Возникнет у того, у кого ошибка вот здесь. Поэтому ни один психотерапевт, психиатр, психоаналитик мира, и Алексей Красиков в том числе, не может поменять ваши отношения с мамой, с папой, с братьями, с сестрами. Не может убрать из вашего детства психотравму. Вот эта фишка пророждения второй раз, вот это все туда, да? Невозможно перестроить вот это. Но невозможно. Поэтому многие психиатры, и психотерапевты, и клиенты не понимают, как я буду меняться, когда это уже укоренилось. Правильно понимаете? Вот каким вы, вот какое вот вы есть укоренившееся в отношении их детства, вот оно так и останется. Проблема в том, что психотерапевтическое воздействие должно быть применено на стратегии жизни, а не на это. Потому что я вам маму, папу не верну и не переделаю. Но вы должны это изучить вместе со мной, для того, чтобы что? Чтобы понять, какие у вас поведенческие стратегии. Потому что проблема вашего невроза случилась не мама и не папа, а не правильные стратегии, которые вы выбрали. Эти стратегии делятся на разные части. Я уже их сегодня вам озвучивал, да? Давайте, тут неудобно будет. На стратегии в когнитивной сфере. Записывайте. На стратегии в когнитивной сфере, на стратегии в поведенческой сфере, на стратегии в эмоциональной сфере и на стратегии в экзистенциальном направлении. Вот именно ошибки вот здесь, вот, и вызывают у вас невроз. Потому что невроз, давайте я свое определение скажу, более сотни определений невроза, но я лично определяю невроз, что невроз, сейчас бы вспомнить, это нереализованные жизненные стратегии в единице времени или хронически. То есть, вы болеете неврозом в виде симптомов уже тогда, когда у вас достаточно долгое время не реализуются жизненные стратегии в когнитивной, эмоциональной, поведенческой и экзистенциальной сфере. Только тогда вы болеете неврозом. Если у человека более-менее как-то это реализуемо, невроза не будет. Но до тех пор, пока здесь не пойдет косяк. Вот и все. Все достаточно несложно. Но детство тут при чем? Эти стратегии формируются здесь. Поэтому ваши панические атаки в единицу времени х чисто технически связаны с детством на 100%. Потому что нереализованная стратегия по всем сферам выливается и в панические, и в агорофобии, и в кардиофобии, и в канцерофобии, в лисофобии, и в аэрофобии, и в обсессивно-компульсивной расстройстве, и в депрессии. Бог знает во что во всем разделе с F3, по F4, МКБ-10, который был подвергнут критике на конференции в Петербурге не так давно. Но я согласен с коллегами, что МКБ-10, вот мы разбирали пациента, да, с генерализованным тревожным расстройством, его невозможно уложить в МКБ-10. Я согласен. В разделы F4 и F3 его не уложить вообще никак. И пытались его подтянуть. Смеялись реально все, сидели психиатры, врачи, потому что, ну да, можно подтянуть под это, можно попробовать под это. Вот коллега выступал, вот по ДСМ его подтянуть по осям просто, ну, лучше, а вот в МКБ-10 нет. Поэтому сейчас МКБ-10 будет пересматриваться, чтобы оно было более, ну, более четкий диагноз, потому что ставить диагноз один, а изучаешь пациента, понимаешь, кто такой диагноз поставил, а потом понимаешь, что невозможно подтянуть. Кстати, в МКБ-10 как не было, так и нету вегетативной вот этой вот вашей ВСД. Ну, потому что нету его там, и не было никогда. Смеются все над этим до сих пор, ну, беда. Так вот, в чем экзистенциальный смысл сегодняшнего ролика? Вот в поведенческой стратегии смысл жизни приобретает колоссальную роль. Вот в стратегии, которую вы вышли из детства. Смотрите, в чем задача. Чтобы понять лично твой смысл жизни, нужно научиться не обманывать самого себя. Если ты играешь в Бэтмена, если ты играешь в крутую девочку, если ты играешь в крутого мальчика, и обманываешь себя, не принимаешь себя за то, что тебе стыдно, не принимаешь свое тело, не принимаешь свои проблемы финансовые, там, бытовые, эмоциональные, ты никогда не сможешь быть счастливым человеком. Потому что счастливый человек только тот, кто может научиться не обманывать себя. Чтобы не обманывать себя, нужно сделать следующие вещи. Нужно спуститься на нулевой этаж к самому себе, принять себя таким, какой ты есть, и уже исходя из этого строить дальнейшие этажи. Но ты сначала должен принять себя таким, какой ты есть настоящий. Без денег, без машины, без работы, без образования или с такими-то проблемами. Сказать, да, я правда такой, я себя таким принимаю. Мне не нравится во мне это, это, это и это. Как я буду это менять? Я буду менять так, так и так. И вы уже идете это и меняете, но вы это делаете честно. Потому что большинство людей упускают вот это принятие себя настоящего и пытаются прыгнуть, как будто у них уже в принципе Феррари в гараже стоит. И они живут в вечной, вечно с вечно сжатым третьим местом, а лишь бы не спалили. Они вот в ночных клубах ведут себя, как будто они вот успешные, на утро в понедельник едят на метро, там на работу в свое кафе, да, живут двойной жизнью. Девушки так живут, юноши так живут, мужики, женщины, ну, пытаясь не быть настоящим. И вот эта стратегия, которую вы выбираете, живя в виде Бэтмена, в виде какой-то супер-гел, который на самом деле не являетесь, потому что вам стыдно спуститься до первого этажа и узнать себя, и выстраивать себя относительно этого, вам просто влом и стыдно. Вы пытаетесь прыгнуть сразу наверх и жить как будто. И вы обречены на невроз в таком случае, потому что вы всегда будете бояться, что вас спалят, вы всегда будете бояться, что о вас подумают, вы всегда будете бояться проколоться, вот вам страх публичных выступлений, вот вам страх потерять над собой контроль, вот вам страх упасть в обморок. Вы боитесь, потому что если бы вы приняли себя таким, какой вы есть, и выстраивали бы себя с нулевого этажа дальше, вам бы не было страшно признаться и себе, и другим, какой вы настоящий. Вот это нравится, скажи, не нравится, скажи, хочется, скажи, выражать себя настоящего. Почему в Америке много депрессий? Потому что они живут, вот эта американская фишка «живи как будто». А на самом деле, почему много самоубийств и депрессии в Соединенных Штатах? Потому что одевая маску и живя как будто у тебя все окей, человек идет потом и прыгает с небоскреба, потому что у него ни хера не окей. А надо улыбаться, что у тебя окей. А признать себе самому, что у тебя не окей и сказать, ну да, что-то как-то вот так, будем решать так и так, сегодня так. Вот это очень важно. Поэтому смысл жизни, как мне лично кажется, это не обманывать себя, но понять самого себя и не обманывать. это первый этап. И второй этап это сделать так, чтобы вы могли, не обманывая себя, причинять непоправимую пользу миру и быть полезным, зарабатывать этим деньги и при этом еще не обманывая себя, быть самим собой честным. Почему в наше время в городах очень много неврозов? Вы думаете, они что, пользу миру приносят все и не обманывают себя? Да 90% в этих городах обманывают себя каждый день, улыбаются тогда, когда не хочется, не умеют выражать свои чувства, давят их внутри, а потом негком в горле тахикардия, не умеют выражать чувства, не умеют мыслить шире, не умеют вести себя, не умеют работать с экзистенциальными данностями. Вот чем мы занимаемся, потому что именно блоки вот в этих вот стратегиях и вызывают у вас неврозы. Поэтому, ребят, которые задают вопрос, в чем смысл жизни? Смысл жизни жить так, чтобы ты себя не обманывал. Ну, с поправочкой, чтобы это еще было, чтобы это было законно, чтобы это не нарушало закон. Да? Вот это очень важно. Потому что, когда ты начинаешь жить в согласии с самим собой, не делая вид, что тебе надо жить с этим человеком или надо делать это, искренне выражать вот это, помните, да, упражнение? Ты знаешь, если честно, мне сейчас плохо, потому что то, что ты делаешь, меня обижает. Потому что, когда ты это делаешь, я чувствую себя использованный. Или, допустим, дорогой, когда ты засыпаешь через две минуты после оргазма, мне от этого неприятно, потому что я чувствую себя использованный. Когда вы начинаете выражать свои чувства, вы это не копите. Когда вы начинаете когнитивно мыслить гибко и шире, все меняется в вашей жизни. Вот чему, вот чем мы занимаемся на занятиях, а вовсе не обсуждений мамы и папы. Вот тот, кто считает, что психотерапия это обсуждение мамы и папы, но это просто человек, который не знает психотерапию. Мы обсуждаем вот эту ошибку вот здесь. Просто вот здесь это родилось. Вот эта ошибка в стратегии родилась вот здесь. Это менять не надо, надо вот это поменять. И тогда вы начинаете течь по жизни совершенно... И многие говорят, а когда меня отпустят после психотерапии? Но глупее вопроса не придумаешь в этом плане. Потому что когда будут меняться ваши стратегии в пяти аспектах, те обстоятельства жизни, которые вот так вот будут на вас идти, они будут идти на вас всегда, всю вашу жизнь, они не будут встречать сопротивление. Потому что стратегии изменились. И сопротивления нет. И никакого вегетативного напряжения нет. И невроз вам не нужен, потому что невроз тут формируется для чего? Почему невроз это защитный механизм? Потому что когда у вас идиотские, негибкие, жесткие, подавленные, на нулевом уровне стратегии, встречающиеся с обстоятельствами вашей жизни, это столкновение формирует как раз невротический выход для того, чтобы вы о чем-то задумались, что с вашей жизнью-то происходит. Просто проблема в том, что в нашей стране не так развита психотерапия, которая может вам это объяснить. А особенно это еще сложно с тем, что на первых этапах вы же вот здесь вот, когда вот сошлось, сошлась неверная стратегия и жизненные обстоятельства, вы же уверены, что у вас сердцем проблемы. Помните вот этот вот этап ваш? Где он? Вот на этом этапе. Вы же убеждены, что у вас то сердце, то кишечник, то голова, то инсульт, то инфаркт, то вы умрете от этого, то вы умрете от этого. Только через этап работы с психотерапевтом вы сначала теряете панические приступы, потом вы потихонечку теряете напряжение, и только потом вы приходите вот к этому. Вот это вот, кстати, это и есть общая структура психотерапии, которой я занимаюсь. Значит, мы по каждому этапу проходимся, и пока вот моя пациентка или пациент не изменит вот это, в каждом аспекте ждать результата о выздоровлении не приходится. А вот те мои клиенты, кто быстро меняется поведенчески, эмоционально, у них уже становятся гибче стратегии, и они двигаются по жизни, им уже хорошо, и они просто дорабатывают себя в экзистенциальных вопросах, и дальше у них жизнь не дает им сопротивления. Какая бы ситуация ни случилась, у них уже не будет вот этого столкновения внутреннего. У них стратегии во всех этапах стали гибкие. А есть у меня вот феноменальная клиентка, год которая занимается вот и не получается поменять, вот не получается, и любая ситуация будет вызывать сопротивление. Но есть такие люди, поэтому когда меня спрашивают, Алексей, вы можете посчитать статистику, кому помогли, кому нет, я уже сказал в начале, что не всем людям суждено что-то в себе поменять, если они не делают ничего. я не могу сбитый стоять и говорить меня это, меня это, меня это. Мы все это объясняем и разжевываем. Но если человек боится и не хочет менять ничего, ну предположим, если вы поняли, что вы живете с человеком, которого не любите, ну допустим, и вас тошнит уже физически и эмоционально от него, что я могу сделать, если вы по-прежнему в этом состоянии остаетесь. Я не говорю иди разводись, ни в коем случае. Я говорю давай принимать решение. Если вы допустим человек, который привык жить с родителями и боитесь идти на эти обстоятельства, выбрав стратегию какую, болеть, что психотерапевт может с вами сделать? только если вы доверитесь вашему психологу и начнете понимать мозгом вот это вот и что это сталкивается с обстоятельствами, тогда я смогу вам помочь. Если вы будете упираться рогом и год мне задавать вопрос, а не шизофрения или это, ничего не получится. Или по-прежнему верить в экстрасистолы, которые у каждого человека есть. Поэтому все зависит от вас. Поняли смысл ролика? Он такой был достаточно смешанный про экзистенциальный смысл жизни не обманывать себя и про работу психотерапевта, причем здесь детство, как это формируется и в чем причина невроза. Причина вот в этих стратегиях неверных, в этих компонентах, которые сталкиваются с обстоятельствами вашей жизни, выходя в невроз. И еще очень важна вот эта тема, про панические атаки. Просто много спрашивают. Панические атаки, как пики, вообще не являются неврозом. Они являются лишь ошибочной стратегией мышления. Одно из. Потому что после панических атак вы вот так остаетесь. И вот кто уходит на этапе, меня избавили от панических атак. Ну, бред. Вы просто не научились разгонять пароксизмальные приступы своим мышлением. Контролировать адреналин, физиологию, не бояться. Круто, а дальше что? А дальше человек ко мне приходит и говорит, у меня нет панических атак, так, но мне хреново. Я говорю, а что ты ушел-то? Куда ты делся? Ну, я думал, что у меня панические атаки прошли, и я выздоровел. Или меня психотерапевт сказал, чтобы я не боялся. Да, панические атаки ушли, но мне что-то как-то хреново засыпается. Или мне что-то кишечник, тахикардия, у меня постоянные навязчивые мысли об этом. Я говорю, ну, правильно, потому что панические атаки не являются проблемой. Ну, и про смысл, да, возвращаясь. Научитесь быть настоящими. Спуститесь до своего нулевого этажа, примите себя таким, какой вы есть настоящий, поймите, что вы хотите изменить в себе. Тело, поведение, там, отношения какие-то. Меняйте, вот, примите сначала это, и через принятие себя фактически голого начните себя одевать. Да, я голый, но я сначала одену это, потом одену это. Если вы голый, попытаетесь прыгнуть на десятый этаж, то вы обречены на проблему, потому что вы внутри-то голый. Я надеюсь, вы поняли эту метафору с этажом и с фундаментом. Потому что если вы будете продолжать жить, как будто вы Бэтмен, как будто вы такой, вы всегда будете в состоянии невротического конфликта с обстоятельствами. А вдруг спалят, а вдруг не получится, а вдруг облажаюсь. И это очень важная экзистенциальная тема. Спасибо за внимание. Смотрите канал Невроза Мегаполиса. Ваш Алексей Красиков. Я думаю, что я продолжу подобные ролики. Приходите на вебинары, записывайтесь в группу. Чем смогу, помогу. До встречи, увидимся, пока.